здравствуйте дорогие зрители и гости моего канала меня зовут юра и мы продолжаем проходить игру назад будущее ну и начали с первого эпизода первого сезона но второго сезона пока еще нету неизвестно будет ли но пока что так прошлой серии собственно немного узнали узнали что док пропал каким-то образом видимо что-то изменилось прошлом и отец марти козел такой распродает все имущество но в самом конце прошлой серии появился делориан и там там сидел к сожалению не док его собака айнштейн ну что ж посмотрим что будет дальше ухты загня до полу а это начало такое перед загрузкой интересно сделано так ну что ж смотрим что у нас здесь есть надо наверно собачку достать до холодно оправа у тебя есть эйнштейн за рулем сидит классно так все перевели на русский язык совершенно вон яркий свет берегите глаза даже написано на потоковом накопителе так ну что исследуем что у нас здесь есть чей туфлях может быть мы не виделись уже несколько месяцев но я абсолютно уверен что это не твой башмак диктофон так приключать временного контура временное табло минная клавиатура красота блин сидим делориан машине времени так ну что послушаем диктофон марти ай марти если ты слышишь эту запись значит функция автоматического возвращения до лори она работает автоматического возвращения я запрограммировал машину времени на автоматическое возвращение в эту точку координат в том случае если я не смогу добраться к делорио но затверенный временной промежуток как ты догадываешься путешествия во времени довольно опасны и занятия и несмотря на все предосторожности, всегда есть шанс время от времени попадать в переделки. И это время наступает, или наступило, или еще наступит. Он попал в переделку. Марти, ты уже приходил мне на выручку в прошлом. Или это было в будущем? Неважно, главное, я снова на тебя рассчитываю. Верни Делорио на брата. Я застрял во времени. Не сомневаюсь, что как только ты будешь на месте, то сразу поймешь, что делать. И это все? Ты не собираешься хотя бы сказать, куда? Просто отправляйся в точку обозначенную на индикаторе, как последняя дата отправления. Удачи! Так-так, последняя дата отправления, проклятие. Давай, давай, давай. О, черт! Замечательно! Ну и как мне теперь его отыскать? Контакты надо почистить, наверное. Она тоже. Но машина глючила, блин. Пока на одном датчике контакты не почистил. Здесь можно ввести дату во временные контуры. Как только я узнаю, когда искать дока. Ясно, короче, одно и то же. Похоже, временной контур еще работает. Теперь осталось узнать, когда мне искать дока. Ну и каким образом это узнать? Можно выйти. Понятно. Понятно. И за последую дока. Ну пойдем, делаем тут этот след. Собачка подскажет. Ну что ты скажешь? Что случилось с доком, Энни? Понятно. Так. Понятно, что непонятно. Подтолкнем. Не, сядем внутрь. Не, 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 не. Подожди, я аж на часы кликал. Ну, может, это... Это знак, что мы должны что-то найти снаружи. Потому что в мусорке что есть? Да нет, ничего нет. Вообще ничего нету. Ну, что ж надо сделать? Блин. Стой. Ну-ка. Что случилось с доком, Энни? Гав. Так. Ну, здесь реально больше некуда идти. Садиться можно только в машину. В машине еще нет. Ладно, попробуем. Еще поискать, может, что-то упустил. Идите по следу дока. Видите, ты ешкин ты кот. Чего ты вылазишь все время? Вообще, нажмешь куда-то не туда. Ну, он сразу же ускакивает из этой машины, пугается. Давай, так. Что нам нужно сначала? Сначала нужно на временной клавиатуре. Ну, хорошо. Здесь можно ввести дату во временной клавиатуре. Как только я узнаю... Да, я не... Ээээ... Наверное, не стоит больше крутить временные контуры, пока я не выясню, когда искать до... Так а как-то выяснить-то? Больше ш... Советую, принципиально не хочу идти смотреть. Ну, ладно, пока поищу. Не буду тупить. Занимать время. Да, я туплю, конечно, у меня есть монетарь, я могу не только там посмотреть, но еще же у меня есть книжка и... его записная, и диктофон, и... Посмотрим. Так. После всех неприятностей, которые я пережил, чтобы достать ее, я ни за что с ней... не думаю. Не думаю. Возможно, и нет. Так. Так. А, слушай, а если... Есть же собачка. Может, она что-то знает, а то... Не просто штаб он здесь сидит. Так, ну-ка... Ну-ка... Нет, Делорио, она точно не надо. А вот собачке дадим. Что тебе известно, пока туфля не... Чей туфля? Мне кажется, он взял след! Фух! Ну-ка, реально ползал бы, вот... Так, пока... На экране не нашел инвентарь... Минутно же пять сидел, тупил. Так, куда-то мы уже добрались. Как это поможет мне найти дока, Энни? Ну, может быть, обладательница этой замечательной туфли, что-то знаю. Вот там нужна помощь. Так, что у нас тут? Я не понял, загорелась же. Если у меня глючит... О! Что за... Зарезала игровых автоматов. Ну, я знаю, что наш дружок очень любит игровые автоматы играть. Нужна помощь кому-то. Пропал кот. Эээ, мы когда поищем? Ну ладно. Так... Так... Собачка реально хочет? Так, это... Дверь винного магазина. Ну, Марти у нас не алкоголик. Напитки... Ча? А... В смысле, не видно. Пиво, ликер и вино. Ну чё? По пивку? Я вижу, что ты собрался зайти в винный магазин, молодой человек. Молодец. Вот так вот. Моралисты, блин. Нельзя уже пацану пиво попить. Ладно. Ну... Отойди от людей! Да не кричат! Да я на тебя посмотрю! Прекрати, Эйнштейн! Так я и думала! Хулиган! А ну, проваливай отсюда! Вон! Ну, Эйнштейн привел меня сюда. Скажи, что тебе нужно! Я не собираюсь играть с тобой в подсказки! Видите ли, в чём дело? Я не знаю, почему я здесь. Меня привел Эйнштейн и... Итак? И... А... Я не хулиган, мэм! Я обычный подросток! Я не вчера родилась юноша! Это не ты или негодяй! Каждое утро с 8 до 8.30! Слоня голову носишься на скейтборде по центральной городской площади! И что? Эм... Да! Все скейтспортисты, хулиганы! Это Баб! Бабка явно уже поехавшая! Блин! С мегафоном, блин, своим стоит! А для вас кое-что есть, бабуля! Я хочу вам кое-что показать! Что это? Дай-ка взглянуть! Я вывалил! Туфлю твою! Нет, советы мне ваши не нужны! Так, загадочная туфля! На! Клак тут! Ух! Туфля? И что мне с ней делать? Ну чё, Эммит Браун стырил у тебя что ли? Любовница Эммита! Дока! Проходите, гражданочка! Оставь этого зверя снаружи! Ну да, зверь нехилый! Прости, Эйнштейн! Планетело какое! Эээээ! Здесь полежина, а ещё пофиг, скажем! И так, что-то ты не особо торопился. Эм, тут столько ступенек, чтобы вернуть мне топливо. Я потеряла её сто лет назад. Можешь поставить рядом со второй. Ну вот, на. Совсем как новенькая. Тебе полный порядок. Я полагаю, ты ожидаешь вознаграждения. Нет, я... У меня есть только чай и конфеты. Но... Прости за то, что я назвала тебя хулиганом. Я стараюсь не спешить с выводами, но 9 из 10 жителей нашего города самое настоящее хулиганьё. Надо узнать, в каком году она встретилась с тем Сэммитом. Присаживайся, сынок. Брахлистка какая-то, газеты... Эй, детишки! А ну быстро бросьте сигареты! Моралистка. Великая моралистка. Так, слушай, что у него? КТ здесь? А где КТ? Где КТ? Так, фотографии. Вот фотографии нам могут быть интересны. А это замдиректора Стрикланд? Малыша Джеральда невозможно было оттащить от маминых нарядов. Трындец. Шериф Стрикланд? Это мой дед! Его застрелил бешеный пёс Таннен более 100 лет назад! Ммм. Помню Таннена. Я такого не припоминаю. А он не помнит. Господи, они все выглядят так, словно проглотили... Ничего. Шило в задницу у них. Кошечка. Лампа-кошечка. Так, что здесь? Радиатор. Что нам смело? Ну и ну, жирковато здесь. Греется бабка. Чайник. Я сейчас налью чаю и вернусь. Ничего не трогай. Это мне кажется неспроста это всё. Так. Котиные миски. Ух ты, злая кушечка! Как же, говорит, не трогай, но... Так, конфеты мне нафиг не надо. Газеты. Подростки врезались в грузовик с навозом. Хех, хорошее фото. Помню, помню этот момент. Разрушен дом браунов. 62-й? Нет, нет, док застрял не здесь. Так, ничего. Даже не знаю, с чего начать в этих кипах. Нужно хотя бы сначала определиться с годом. Надо у тёти спросить. Что мы тут ещё можем сделать-то? Ну, если я конфеты трону, то она же... Блин. Фирма планирует строительство супермаркета «Одинокая сосна». Под застройку планируется выделение участка на месте ранчо Пибоди. Я даже не знаю, с чего начать. Ясно. Вода всё никак не закипает. Интересно. А чё он тогда закричал, этот чайничек? Этим конфетам больше лет, чем мне. Наверно. Ну-ка, поговорим. А, мистер Экланд? Джек! Диана! Я знаю, зачем вы спрятались за этим деревом! Ха-ха-ха-ха-ха. Да? Да. Ещё... Ещё этот... Бинокль. Чтоб наблюдать повыше. Когда вы потеряли туфли? Вы не помните, когда вы потеряли туфли? Туфли? Вон ту туфлю? Ах, эту туфлю! Всё тебе надо знать! Знаешь, никто не любит тех, кто лезет не в свои дела! Ну, свои дела, бабка свои! Ну, сейчас, дай подумать! Да, припоминаю! Я потеряла её в схватке с собакой! Когда же это было? Ах, да! В тот день, когда сгорел подпольный бар! Угу. Подпольный бар в Хилл-Вэлли? Угу. Не удивляйтесь, юноша! Права на моральное разложение принадлежат отнюдь не вашему правению! Блин, бабка прикольная ещё! Корни в Хилл-Вэлли ещё со дня основания города! Супер просто! Вон, не будем её злить, может быть, подпольный бар! Вау, подпольный бар! Наверное, это было круто! А правда, что Джин пили и ступенек? Мне так бабушка рассказывала! Не идеализируйте прошлое, юноша! Во времена сухого закона городом заправляли гангстеры! А честные граждане тряслись от страха! Ага... И где находится этот бар? Я имею в виду этот сгоревший бар! Это было так давно! Если ты ищешь самогон... Да не нужен мне тот самогон, мне нужен... Да нет, мне просто интересно, я... Я изучаю историю! Не смеши меня! Он изучает историю! Ваше поколение хулиганов и бездельников ничего не понимает в истории! Да, а я в советское время на ООО! Что? Хорошо... Хорошо... Хоть и находился на центральной площади... Прямо на месте этого отвратительного видеосалона! Прикат видеофильмов... Хорошо... Значит, здание видеосалона построили после того, как сгорел подпольный бар... О, хорошо... Так, хорошо... Что на счёте газеты? Это мой личный архив! У меня есть абсолютно все выпуски Hill Valley Telegraph! Молодец... Не может быть! Прямо таки все выпуски! С 1871 года и по сей день! Всё, что проходило в хрилы, не найдётся в моих газетах! Потому что больше сотни лет! Подозреваю, что в одной из этих газет есть и заметка про пожар в подпольном баре! Само собой! Возможно, я её и написала! Когда-то я работала репортером! А вы не помните, когда была напечатана? Очевидно, на следующий день после пожара! Логично! Так... Подозреваю, что в одной из... Само собой... Ну ладно, это всё повторяет... А, хороший бинокль! Звёзды? Нет! Я изучаю... Более приземлённые вещи! Неужели это? Джейп Томен! Отойди от этой покрышки, пока я не послала своего отца! Покрышки или машины? Эх, хорошо! Извините, что отвлекаю вас! Эй, Юэй! Даже не думайте бросать эту салфетку на землю! Так, ну что, даст она нам в газетах порыться? Не прикасайся к ним! Ясно. Мои газеты в отличном состоянии! Там всё разложено по датам! Я не позволю каким-то хулиганам копаться в них! Ну, а сейчас посвистим! Не, киса! Не тв 거죠?! Ооо, на твоем месте я бы так не делала! Мисс пушистые усики очень разборчивые, идиют который вернут! Унисть пушистые усики! Мисс пушистые усики! Аааааааааааа! Ладно, завтра дернем. Шлисток! Вот теперь вода действительно заребела! Да точно! Ну иди посмотри! Быстро-быстро-быстро осмотрим газетки смертельный прыжок с неуправляемого кто пинштейн притащил мне туфлю а мисс 3 клинт потеряла ее в тот день когда сгорел нелегальный бар но когда именно сгорел мне надо хотя бы узнать год как ты узнаешь год 28 октября 85 года власти замалчивают причины перестрелки в супермаркете я даже не знаю с чего начать в этих типах ну ладно короче ясно нужно год как-то узнать кахеты нам не интересны ладно пойдем на блин нам как бы происходит с этими дешевыми китайскими чайниками и американский надо живем так ладно не возражаете если я на минутку вас покину их вдруг вспомнил что нужно вернуть от уже уходишь не волнуйся еще вернемся но бы не хотелось жаловаться моему брату заместителю директора по дисциплине на твое поведение особенно с учетом предстоящих выпускных экзаменов пожалуй я задержусь еще не надо бабка жжет вообще по полной это чайник никогда не так как мы узнать год все так ну-ка туфли глянем нужно не потеряла туфлю в день когда сгорел нелегальный бар но когда это бы квартальный кошачий журнал это законная журналистка ну да книжица айтуда книжица печатная машинка где кстати это киса сидит вообще как узнать год а надо быстренько надо чтобы засвистела мы тогда быстренько сбегаем давай 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 пошла пошла китайский чайник свистит пожалуй я задержусь еще не надо да фиг приличные гости не суют свой нос на хозяйскую кухню мистер макфла я обязательно напишу ай да иди ты так ну шо может его помучаем еще вопрос простите мистер иконт находился этот варма вы спрашиваете построить через год подозреваю что вот а вы не помнили а че мы будем говорили можно мне взглянуть на здоровье голубчик видео прокат биф а он февраль 1932 набив кассетку взял у вас порнушку там все несет перестроена феврале 32 года значит пожар случился до того как но когда мне нужна точная дата не разглядывай меня я слишком стара для тебя нормально февраль 32 так ну ка не стрекли ну что она чё скажет нет извините что отвлекаю вас так ладно но ничего не остается только бабка давай дёру ищем блин посмотрим начались строительные работы на месте сгоревшего бара пропала певица выставка в хилл вели пришлась по душе публики разоблачение ага убит поджигатель подпольного бара ну кааа прошлой ночью судебный процесс сменился классической местью когда участники банды ворвались в полицейский участок хилл вели безработного некоего карла сагана подозреваемого в поджоге подпольного бара вытащили карл саган это же док это док какая дата 14 июня 31 года господи я должен его спасти все дату узнали о блин бабка будет не рада надо дёру давать нет ты припутал всю хронологию ты хоть представляешь сколько времени мне понадобится чтобы привести все в порядке а у тебя все равно много этого времени вон убирайся убирайся прочь всем спасибо до свидания полиция на меня напали хулиганы так ну что ж дату знаем одежду того времени одели мусора накидаем сейчас и дадим дёру марте где ты был сынок и во что это ты вырядился нормально батя разве я тебе не говорил я получил роль в школьном спектакле мы будем ставить только машину не трогай в небо точно а стейнбек и кого ты играешь эммм ладно можешь не отвечать что бы ты не задумал я уверен ты знаешь что делаешь верно я надеюсь знаешь иногда приходится многим рисковать ради тех кого любишь так жаль что мой отец этого не понимал надеюсь ты ненадолго меня бросаешь оглянуться не успеешь как я уже вернусь вот правильно давай ты готов инстейн ну а собака штурман садимся вводим дату сначала нужно включить ага хорошо временной код конденсатор магнитного потока конденсирует вводим дату так раз дока должны убить 14 июня 1931 года за один до этого 13 июня и вытащить его надеюсь ты знаешь что делаешь док я что то не или я что то перепутал ладно вводим следующие 4 съезда так а ну 13 мая ясно давайте погнали 85 86 87 88 все ушел ушел молодец каноничные две полосочки опа гангстеры гангстеры не повреди временной контур помог гангстерам уйти молодец парень все дтп ах ты скотина ах ты скотина а 31 год машина будущего на выставке в хилл вэле похоже как фильме попал не в то время не в то когда надо было или в то а не в то все нормально встал встал я на работе сегодня что тут подтуплю его немного Эйнштейн куда ты собрался Петик старый хилл вэле теплый ламповый класс трамвайчик блин все переведено все вообще локализация меня просто поражает это классно сделано тюк чтоб не сбили блин откуда одежду интересно нашел вот его 31 года молодой человек простите молодой человек уже бросаются девушки у вас на улице никого нет а мне нужно знать мнение людей с улицы вы конечно знаете о взрыве который уничтожил подпольное заведение в котором продавали спиртное да я читал об этом что вы думаете о Карле Сагане не знаком с а это бабка только молодая 10 лет не смог справиться закон а именно избавить хилл вэле от алкогольной заразы эм так это он кажется здесь какая-то ошибка док я имею ввиду Карл никогда бы так не сделал ну зачем он выжигать до чего способен дойти человек когда дело касается борьбы добра со злом мне кажется вы честный человек вы ведь сторонник справедливости ну я его поддержан да можете считать меня его сторонником ответил молодой человек широко улыбнувшись хилл вэле нужны такие честные молодые люди что бы вы сказали жестоким гранатом сверняющим улицы нашего города и несомненно вынашивающим планы по созданию нового очага пьянства безнравственности и разврат где мне их найти попросите их дать мне адрес ааа понимаю вы хотите поступить с этим как же как Карл Саган чем больше у нас будет таких решительных граждан тем быстрее преступные элементы будут изгнаны из нашего города мистер можно узнать как вас зовут дааа меня зовут как будет Санни Крокет Санни Крокет спасибо за то что поделились вашим мнением мистер Крокет Эдна Стрикленд Хилл Вали Геральт я знаю мы встречались а я хотел сказать что читал ваши заметки вы читали мои заметки как приятно понимаю это всего лишь колонка о правилах поведения но я верю она достал чок Фуинштейн назад это мерзкая псина ваша однажды она на меня уже нападала что на тебя нашло агрессивных собак нельзя спускать с поводка есть такой закон и вы обязаны вообще да док я должен найти док вообще надо с поводком гулять тут большая собачка достаточно так ну что ж ладно думаю серия оказалась достаточно интересной мы все таки смогли наконец-то применить машину времени переместиться и надеюсь что мы сможем найти док и вытянуть его из этой передряги так ну что ж спасибо спасибо что были со мной спасибо что смотрели всего доброго всего самого наилучшего меня зовут Юра всем пока